Кто лидирует в сборе и переработке отходов в России и деловой климат экономика? 12 часов 54 минуты, 29 декабря 2018 года разделяя и спасая, кто лидирует в сборе и переработке отходов в России. Фото, пресс-служба, Кока-Кола, собрать, отсортировать, отправить на переработку. Самый верный способ борьбы с накопленным мусором и модное слово «ресайклинг» совсем скоро войдет в обиход каждого гражданина России. С 1 января 2019 года страна официально переходит на раздельный сбор твердых коммунальных отходов, ток. Задача одна для всех сортировать отходы и выбрасывать в нужный контейнер. Простая манипуляция позволит использовать мусор повторно и дать ему шанс на вторую жизнь. Например, из переработанного пластика можно получить одежду, предметы интерьера, наполнитель для игрушек и многое другое. Право на волшебное преображение также имеют бумага, алюминий, стекло и другие материалы. Разумеется, не все так просто. Ведь помимо установки контейнеров, обеспечения логистики и непрерывной работы специальных заводов, необходима ежедневная просветительская работа с населением. Этой работой занимаются государства, общества, корпорации, фонды. Как вместе так и по отдельности они делают одно дело. При этом самые успешные проекты, как показывает практика, вырастают благодаря взаимодействию нескольких структур. В данный момент таким масштабным и результативным примером взаимодействия власти и бизнеса на мировом уровне является глобальная стратегия «Мир без отходов системы». Кока-Кола. В рамках этой стратегии компания с 2016 года реализует в России программу «Разделяй с нами». О том, как работает механизм сотрудничества между властью и бизнесом в России в материале ленты. РУ, что делать с переизбытком отходов в России за год жители России производят более 60 миллионов тонн твердых коммунальных отходов, которыми можно заполнить один 150 000 грузовиков, а перерабатывается из них не более 5%. При этом за последние 10 лет в мире было произведено больше пластика, чем за все время до этого. Это серьезная проблема, для решения которой правительство России проводит последовательную реформу. В январе правительство утвердило стратегию по переработке отходов до 2030 года. Согласно ей, до 2021 года запланировано создание многофункциональных сортировочных комплексов, а также региональных экотехнопарков. Помимо этого, правительство планирует создать 70 экотехнопарков и повысить количество производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов более чем в 37 раз. При этом функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами, за исключением вопросов тарифного регулирования, были закреплены за Минстроем России. И только 3 ноября 2018 года полномочия по выработке государственной политики в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, ток переданы Минприроды. Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Дмитрием Медведевым, данные шаги проводятся в целях консолидации полномочий по выработке государственной политики в сфере обращения с ток. Фото, пресс-служба. Комплексный подход и реальные действия системы. В России озаботилась отходами упаковки в нашей стране и тесно сотрудничает с одним из крупнейших переработчиков отходов пластмасс на российском рынке ГК Экотехнологии. Программа «Разделяй с нами системы». КОКА-КОЛА В России тематически разделена на две части инфраструктурную и просветительскую и направлена на продвижение культуры и практики раздельного сбора отходов. Инфраструктурная составляющая включает расстановку контейнеров, сбор и переработку отходов упаковки. Фото, пресс-служба. КОКА-КОЛА По данным, представленным пресс-службой. КОКА-КОЛА В России благодаря программе «Разделяй с нами» удалось отправить на переработку около 50 тысяч тонн отходов различной упаковки. География проекта уже охватывает 40 населенных пунктов, где установлено 4,5 тысячи контейнеров. В просветительской части «Разделяй с нами» приняло участие более 800 тысяч человек. Мероприятия программы организованы в интерактивной форме и рассчитаны на разные возрастные категории – школьники, студенты и взрослые. Учители регулярно проводят эко-уроки, разработанные экспертами программы. Кстати, эти уроки педагогам рекомендует Минобразование Московской области. За два года в программе приняли участие более 722 тысяч учеников 7-11 классов, а проект поддержали 14 тысяч учителей. Университеты тоже не остались в стороне, 288 вузов и более 42 тысяч студентов участвуют в специальных эко-квестах «Разделяй с нами». Интересно, что одной из ключевых задач стала именно организация раздельного сбора отходов на базе учебного заведения. В результате 52 вузы внедрили раздельный сбор на постоянной основе. Помимо этого, в 50 городах России прошло 190 праздников эко-двор. Мероприятия проводились в обычных дворах, а количество участников составило около 22 тысяч человек. Фото, пресс-служба. Фу какого. Быть социально ответственными и решать проблему по мнению управляющего партнера группы компании «Эко-технологии» Константина Рзаева, бояться следует не мусора, а отношение к нему. По словам эксперта, на каждом объекте можно найти вещи из полиэстера, PET, а полиэфирное волокно делается как раз из пластиковых бутылок. Это, по его словам, самое популярное применение переработки PET в мире, на втором месте производства новой бутылки, а это как раз и есть цель компании. Фу какого. Как заявил генеральный директор проекта Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 TM-системы. Фу какого. В России Мика Львине, компания поставила для себя глобальную цель перейти на полностью перерабатываемую упаковку к 2025 году и к 2030 году обеспечить сбор и переработку 100% эквивалента упаковки, выпускаемой на рынок, пластиковые бутылки и банки могут принести пользу обществу, если будут правильно утилизированы. Мир без мусора возможен, и мы хотим содействовать этому. Вот почему мы объявили смелую амбициозную цель, собрать и переработать каждую бутылку и банку, которую мы продадим к 2030 году, подчеркнул Мика Львине. Львине отметил, что цель программы это не только сбор и переработка отходов, но и изменение отношения людей к вопросам экологии и понимания каждом своей роли в этом процессе. Вместе с тем настолько серьезную проблему нельзя решить в одиночку, констатировал он только партнерство и совместные действия всех сторон приведут к желаемому результату. Фото, пресс-служба. Кока-кола. Куда делись отходы с FIFA 2018? Одной из важнейших инициатив разделяясь с нами в тесном сотрудничестве с FIFA стала реализация масштабной информационной кампании в поддержку раздельного сбора отходов на всех 12 стадионах чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и фестивалях болельщиков FIFA, помимо инфраструктурных мер обеспечения сбора и разделения отходов, впервые была реализована комплексная образовательная программа для сотрудников, волонтеров и болельщиков, посещающих матчи. Над контейнерами на стадионах было размещено более 1300 навигационных плакатов. На экранах и медиафасадах стадионов и фестивалях болельщиков FIFA транслировались образовательные видеоролики. Совместными усилиями. Кока-кола. И партнеров были собраны и отправлены на переработку различные отходы, в том числе более 32 тонн пластиковой упаковки, что является эквивалентом 100% PET-упаковки продукции. Кока-кола. Реализованный на Мундиале. Помимо раздельного сбора, нашей целью было научить людей, показать, что в нашей стране это возможно, отметил руководитель управления по организации уборки и управлению отходами оргкомитета FIFA 2018 в России Андрей Абраменко. Я надеюсь, что этой цели мы достигли, в том числе благодаря компании Кока-кола, проводившей обучение для волонтеров в направлении обращения с отходами. По его словам, за время подготовки и проведения ЧМ по футболу было собрано 3800 тонн отходов. А этот объем, добавил он, эквивалентен 24 взрослым китам. Из 3800 тонн 450 тонн были направлены на переработку. Мы поставили себе задачу вернуть китов в океан, то есть сделать так, чтобы отходы были использованы разумно и не попали в океан, они сортировались и отправлялись на переработку, рассказал Андрей Абраменко. Решать проблему отходов нужно вместе по мнению экспертов. Проблема связана, в первую очередь, с тем, что в России мало компаний, готовых заниматься сбором и переработкой отходов. При этом Константин Рзаев подчеркнул, что если у экотехнологий появятся конкуренты на российском рынке, он будет только рад, поскольку в России перерабатывается всего 4-5% отходов и этот рынок вполне сможет выдержать нескольких крупных игроков. Председатель общественной организации «Российский красный крест» Раиса Лукуцеова подчеркнула, что в вопросе раздельного сбора отходов для России в первую очередь важно объяснить гражданам необходимость раздельного сбора. В рамках празднования двухлетия программы «Разделяй с нами» 15 ноября «Коука-Кола». В России и Российский Красный Крест подписали соглашение о намерениях в области сотрудничества в экопросветительской деятельности и сфере устранения последствий чрезвычайных ситуаций. Программу «Разделяй с нами» поддерживают и в Минприроды. Письмо поддержки в адрес программы направил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Денис Храмов. Россия формирует новую систему обращения с отходами, которая должна стать более ответственной перед нашими потомками, более бережной по отношению к природе, пишет в письме замминистра. И поэтому сейчас как никогда важно обучить граждан раздельному сбору отходов. Отрадно, что проекты по работе с населением уже есть. Они уже работают и приносят видимые результаты. К 1 января 2019 года Россия перейдет на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Новая реформа затронет всех граждан страны. Закон номер 503 ФЗ о внесении изменений в федеральный закон об отходах производства и потребления содержит меры по стимулированию предприятия и граждан к раздельному сбору отходов.